Ну что, всем шалом, прошел Бейназманем, Маруха Шем, начинаем мы новый Зман, продолжаем изучать законы. Единственное, что мы сделаем паузу, мы немножко отвлечемся от законов Шаббат, чтобы пройти законы, связанные с Синьона Деема. Мы немножко поговорим о Сферата Омер, о этих днях, в которых мы сегодня с вами находимся. Ведь на самом деле в наших книгах написана удивительная вещь, что Дни Сферата Омер важнее, чем Песах и важнее, чем Шаббат. Как же так, скажете вы. Такой длинный тихий праздник, все евреи что-то там отчитывают. На самом деле мы знаем, что из Египта мы вышли не просто так, не по пустыне побродить, а мы вышли с какой-то целью, вышли получить Тору. А Тору получить без определенной подготовки, которая как раз и проходила в 49 дней Омера, невозможно. Тора дана человеку, поэтому мы должны стать ровно настолько, насколько человек станет человеком, настолько он Тору и удостоится. Чем больше человек сможет исправить свои качества характера, тем больше Тора ему и открывается. И единственное, что эти дни, они считаются практически холямоидом. Это очень веселые дни. Дни от Песаха до Шивота. Евреи, выйдя из Египта, спросили Моше, куда мы идем, что дальше. Он сказал, мы идем, у нас будет встреча со Всевышним. Он назначил нам встречу на горе Синаи. Евреи спросили, когда? Ответил Ашем на 50-й день. О, и евреи начали считать. С тех пор евреи каждый год отсчитывают эти дни, 49 дней. Так вот, странно, да, мы сегодня будем учить, что в эти дни это какой-то траур. Да, мы знаем, что нельзя, не устраивают евреи свадеб, не стригутся, не слушают музыку. Как же так? Это же дни холямоид. Дело в том, что тысячелетия спустя, то есть так было не всегда, случилась великая трагедия. И трагедия эта касалась учеников Раби Акивы, что был наш великий учитель Раби Акива, который называется Столпом, это основа всей Устной Торы. Да, он открыл вещи, которые, как говорит Медраж, даже Мошар-Абейну не было открыты. Так у него было 24 тысячи учеников, 12 тысяч пар, выдающихся Талмидей Хахамим. Жизни которых были унесены как раз в эти дни, в дни Сферата Омбарда, была колоссальная трагедия. Написано, что земля опустела, то есть, да, мы потеряли такое количество Торы. Каждый из них был определенный путь Торы. Была Тора от Машиех, наши книги пишут вообще, что Раби Акива открывал, что он пытался сделать с этими 24 тысячами учеников. Но они ушли, скоропостижно скончались в эти дни. И теперь у нас, получается, на эти дни наложился траур. На самом деле, дни очень веселые. Так получилось, что события уже исторические, да, наложили на эти дни отпечаток траура. И с этим связаны многочисленные законы и многочисленные обычаи. И, к сожалению, многочисленные выдуманные обычаи, которых не существует. И надо знать, то есть, где Аллаха, где как бы люди уже себе там, да, какие-то вещи накрутили. Как мы сегодня задали в нашем «Можно ли стричь ногти в Сфератонах?». То есть, есть вещи, которые, да, они к Аллахе отношения не имеют, тем не менее, люди почему-то ими задаются. Сегодня все это пройдем. Но вот очень интересно, я услышал пшат. А сегодня мне посчастливилось найти это в книгах наших. Мы знаем, Талмуд пишет в Евамот, в тракте Евамот описывает, что причина смерти учеников Раби Акивы была страшная болезнь, эпидемия, оскара. Да, это удушение переводит, по-моему, дифтерия или малярия. Что-то такое страшное-страшное заболевание. Человек умирает в агонии, в мучениях, неизлечимое, да, в то время и сейчас страшное. Сейчас сегодня есть прививки, но страшное заболевание. И очень заразное. Но в письме Шри Рага он пишет, что они погибли из-за гонителей, да, из-за врагов. То есть их убили враги. И объясняют наши мудрецы так, что на самом деле причина. Что значит, что Раби Акива говорит, что когда Раби Акива в итоге похоронит 24 тысячи своих учеников, он спускается на юг, и там у него новые пять учеников, на которых вся тусная тора у нас сегодня есть. Раби Мейр, Раби Йоси, Раби Льезер. Ая собирается, он их воспитывает, Раби Шимон Барью Хай. Да, он передает им свою тору. Так он им говорит такие слова. Почему умерли мои ученики? Шилон Агука, Водзе, Базе. Что они недостаточно почитали друг друга. Теперь это вообще тайна. Что значит, когда это были великие люди, это не какие-то там, да, ученики Хедера, которые там сегодня были взрослые люди, большие мудрецы торы. Какой такой почет они друг другу не выражали? И одно из объяснений заключается в том, что мы знаем, что Раби Акива назвал имя Машеха. Он сказал, что Барко Зива, который жил как раз в то время, 136 год Новой эры, который дал бой врагу Риму, это уже было после разрушения второго храма в 70-м году, он Машех. И тогда, когда великий учитель сказал, что это есть Машех, часть его учеников, как бы его ученики разделились на два клана. Часть пошли воевать вместе с Баркоффой, а часть продолжали учить Тору. Так поразительно, что каждый из них говорил про других, что они занимаются бесполезным делом. Эти говорили, вы что воюете, зачем сидите учите Тору? А те, которые воевали, говорили, да, вы сидите бездельничайте, пока мы проливаем кровь, пока мы воюем. На самом деле, что-то очень похожее есть и сегодня. Те, кто придут в армию, те, кто в армию, не идут. Многие проводят параллели. Надо понимать, что в этом отношении они не имели уважения к роли другого. То есть, вот так вот считают, что я прав, как бы мой путь, он единственно правильный. Твой путь, как бы, он неправильный. На их высочайшем духовном уровне, да, это был большой бгам, это был изъян, за который, да, они либо погибли действительно на войне, во время этих сражений. Мы знаем, что Баркофф в итоге, после всех удивительных побед, он потерпит поражение, страшное поражение, будет убит со всеми его воинами, да, и многие годы враг запретит хоронить их тела, случится чудо, будет добавлено целое благословение в Беркат Амазон, но причина вот этого заключается в том, что не было достаточно уважения. Поэтому дни Сферата Омар – это очень особенные дни. Дни, в которые мы должны быть еще больше аккуратными, чтобы не обидеть друг друга, да, быть более чувствительными, да, чувством друг друга, к боли друг друга и так далее, то есть быть очень-очень аккуратными. Именно в эти дни это не случайно. Помимо этого, на самом деле, в эти дни в дни Сферата Омара случились многие другие трагические события, в том числе крестовые походы начались в 1096 году и всякие погромы. И то есть много было событий, которые происходили в дни Сферата Омар. Так мы сегодня с вами начнем разбирать. Да, сначала до конца будем как бы глубоко смотреть, но прежде, прежде, чтобы это, да, не уйти в детали, просто ответим на наши вопросы, которые мы написали, у нас были, да, в пометке. То есть мы сказали с вами, да, какие-то вопросы, давайте, да, просто по ним пробежимся. Можно ли стричь ногти вниз Сферата Омар? Можно. Ответ можно стричь ногти. Нет запрета стричь ногти. Да, то есть 49 дней, представляете, что будущих не будет стричь ногти. Да, этого запрета нет. Возможно, люди путают, потому что связано с Песохом, Днями Холямоеда, действительно есть такой запрет, что человек, который не подготовил себя перед праздником, как положено, в том числе не подстриг ногти перед Песохом, то мудрецы как бы штрафуют его и запрещают ему стричь ногти в Холямоед. Холямоед – это полупраздничный день, потому что, если разрешить, то люди скажут, да, ничего, в Холямоед подстригу. И изначально будут как бы Холямоедом пренебрегать. Чтобы этого не было, мудрецы говорят, в Холямоед стричь ногти нельзя. Но к Сферата Омару это отношение не имеет. В Сферата Омару можно стричь ногти. Можно ли купить и носить новые туфли вниз Сферата Омар? Это очень интересно. На самом деле, строго говоря, запретов делать покупки нет. Можно делать покупки. Единственное, что есть проблема с брахой шейхьяну. В эти дни нельзя говорить благословение шейхьяну, векиману векияну. А шейхьяну, как правило, говорится на определенные виды одежды. Причем не какой-нибудь, а какой-то очень важной одежды. Верхние одежды, сортук, пальто, костюм. То есть то, на что говорят шейхьяну. Все же остальные какие-то покупки, рубашки, футболки, в том числе туфли, не считаются вещами, на которые нужно говорить шейхьяну. Поэтому эти покупки тоже делать Сферата Омар можно. Можно ли отдыхать на море, купаться вниз Сферата Омар? Тоже хороший вопрос. Почему? Потому что, когда мы начинаем задумываться о трауре, мы сразу что вспоминаем? Вспоминаем 9 ава. Вспоминаем ав, месяц ав, где нельзя купаться, ездить на море. И может сложиться впечатление, что Сферата Омар, траур. Нельзя бриться, траур. Значит, нельзя купаться. Но на самом деле нет запретов Сферата Омар купаться и ходить на море. И все эти вещи, они как бы, да, этого Минхага тоже нет. То есть у него нету основания для этих запретов. Поэтому те, кто оказались где-то в местах, где можно плавать, они могут продолжать плавать, купаться и так далее. Может ли женщина следить за удалять волосы на лице в косметических целях? Вообще интересно, но женщинам тоже нельзя стричься в Сферата Омар. То есть идти делать прическу. Но все, что касается внешнего вида, удаления там лишних волос, кремов, да, уходом за собой, это все она может делать. Эпиляция, там, выщипывание, я не знаю, все, что женщины должны делать за своей красотой, да, на теле и прочее, это все можно делать. Стричься только, да, в эти дни тоже нельзя. С какого момента можно начинать стричься? Мы об этом будем много говорить, из много разных обычаев, но самые два распространенных обычаев, сфарадим, ашкеназим, да, это первые 33 дня. То есть ашкеназим уже могут стричься с утра 33 дня, то есть утром лакба омер, приходят уже на молитву все побритые, подстриженные. Хотя тоже это вопрос, большой вопрос, можно ли бриться и стричься до шахалита. Лучше сделать это после, но тем не менее, да, утром лакба омер, это ашкеназим, и утром в ламеддале 34 дня омера, это сфарадим. Это сфарадим, это самый распространенный обычай. То есть, да, когда можно стричься, да, сфарадим после лакба омера утром, в некоторых ситуациях можно даже вечером поговорим об этом. Ашкеназим, утром в сам лакба омер, и опять-таки с натяжкой можно даже разрешить, да, уже вечером в лакба омер, свадьбу и прочее, тоже будем это обсуждать. Это одним словом. С какого момента можно, да, мы сказали, да, можно ли слушать музыку в них, Оля моет? Да, тоже уже как бы не так актуально, но мы знаем, что часть сферата омера, это получается Песах. Мы сказали только что два самых распространенных обычая, что дни траура – это дни от Песаха до лакба омера. Так в эти дни попадает Песах и все его дни холямоидов. А это траурный день, но с другой стороны это холямоид. Холямоид является праздничным днем, поэтому он отменяет все виды траура, и поэтому можно слушать в холямоид музыку без ограничений, в отличие от дней сферата омера. То есть сферата омера, мы сказали, он наподобие дней холямоида, но траур, который произошел, да, он это все, это и есть обычай, что музыку не принято слушать, какую музыку, инструментальную, живую, кассеты, записи, это уже будем разбирать, когда это будем учить. Но в холямоид музыку слушать можно без ограничений. Это тоже вопрос, может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет сферата омер, да, продолжить отсчет уже с благословением, да, тоже Аллаха говорит, что если мальчик, у него еще не было 13 лет, он считал сферата омер, считал, конечно, без брахи, да, считал сферата омер, но когда ему исполнится 13 лет, он может продолжать считать с брахой, потому что, как мы учили, есть такой ньян, сферата омер – это не амира, заповедь, это не как шма-исраэль и тфила, когда ты своим амирой, произнесением исполняешь заповедь, тут именно митсва-лиспор, митсва-счета, считать. Поэтому, да, поэтому если он считал, то он считал, и поэтому дальше он может считать с благословением, да, и по этой же причине, если человек на иврике сказал сферата омер, но не понял, что он сказал, это ему не помогает. Обычно, если он на иврите что-то говорит и даже не понимает, за счет лошона кодыша он исполняет митсву, но не сферата омер, сферата омер – это не работает. Лучше сказать на русском, ты должен понимать конкретно, какой день ты считаешь. Сегодня 18-й день омера, что есть, 2 недели, 4 дня, ты должен это понимать, что ты считаешь. Кстати, сегодня 18-й день омера, кто не считал, самое время повторить. Окей, это было, да, вкратце, Галопом по Европам, просто самые часто задаваемые вопросы, чтобы немножко снять, да, ажиотаж. А сейчас давайте минутку посмотрим. Итак, почему мы соблюдаем траур, мы сказали. Вот, время соблюдения этих обычаев. Сначала в общих чертах, а потом отдельно поговорим про нусах Эдота-Мизрах, это общины Востока, Сефарадим, и Эдота-Мизрах, это не только Сефарадим, выходцы из Испании, это все там горские, кавказские, евреи Кавказа. И отдельно поговорим о обычае Ашкиназим, да, и потом подведем баланс, без радости, посмотрим, что успеем сегодня. Итак, начинаем. Расхождение между обычаями, принятыми в различных общинах, касается главным образом времени соблюдения этих обычаев. Все согласны, что что-то страшное случилось в период Сефирата-Омер, и нужно практиковать траур. Теперь, когда этот траур практикуется, вот это как бы существует четыре главных обычая. Итак, какие четыре? Первый. Траурные обычаи соблюдаются в течение всего периода отчета Омера. Весь Сефирата-Омер, вот от начала до конца. И эта традиция, она основана на словах Талмуда, в Трагате Ивамо, то, что мы приводили, 62-й дав, что все ученики Раби Акивы умерли в период между Песохом и Шаботом. Из этого следует, что траурные обычаи нужно соблюдать весь этот период. Есть кто вообще, как бы, да, по Ари, Акадош, Аризали, вообще как бы не стрягутся весь период. Второе обычаи, что траурные обычаи соблюдают только до Лакба-Омера, то есть до 33-го дня от принесения Омера, принесение Омера – это второй день Песоха, до Лакба-Омера. Это соответствует распространенной традиции, согласно которой смерть учеников Раби Акивы прекратилась в Лакба-Омер. Это второй очень распространенный обычай до Лакба-Омера. Третий вариант, что траур соблюдают до 34-го дня от Омера. Это сефардский Минаак, да, который тоже в Талмуде. Что все они умерли в дни между Песохом и Прос Ацерет. Просто как бы начало Ацерет. Слово Прос, если вы знаете, да, когда мы говорим Гдей Ахилат Прас. Что такое Прас? Прас – это половина. То есть то время, которое тебе занимается, есть половину булки хлеба. А половина, то есть половина Ацерета. Половина – это значит 15 дней. Если 49 минус 15, то мы получим 34. Ага, получается по-сефардски, так пишет Шурханарух, что траур – он до 34-го дня. То есть он до 34-го дня. А как и любой траур, когда заканчивается траур Шива, михцатайом куло. Есть такой закон в Торе, что часть дня рассматривается как целый день. И, в принципе, если человек поднимается в седьмой день, у него Шива, но он немножко посидел внизу, даже после восхода солнца пару минут, все, он после этого может встать. Считается, что он седьмой день посидел. Поэтому 34-й день уже по-сефардски можно, да, траур снимается. Да, перестали умирать ученики Рабиаки. Так, это значит, получается, третий – это по-ашкенадски до 33-го дня, по-сефардски до 34-го, потому что мы учим слова Прос Ацерет. То есть мы вычитаем из Шавота 15 дней, получаем 34 дня. Поэтому все сфарадимы, они на Лак-Баомер, на шашлыки едут еще бородатые, да, еще шкенадзимы уже такие чистенькие все, да, празднуют Лак-Баомер, сфарадимы еще едут на Лак-Баомер, да, неподстриженные. И четвертый обычай – это когда соблюдают 33 дня, согласно трагике, которая гласит, что ученики Рабиаки умирали во все дни отчета Омера, которые не были праздничными. И действительно, таких дней 33 дня. Потому что если мы почитаем 7 дней Песаха, и 8-й день называется Исрухаг, добавим к нему 6 шабатов, 7-й – это уже сам шабот, 6 шабатов 49 дней, и добавим 3 дня Рошхудыша, 2 дня Яра и 1 день Сивана, то получится, что останется ровно 33 дня. То есть, это Меири так пишет, то есть, да, 33 дня из 49 дней умирали ученики Рабиаки, но, как бы, не по порядку, да, в Шабаты не умирали, да, в Рошхудыш не умирали, в Песах не умирали, в Хурамой не умирали, то есть, да, только в те дни, которые не являются праздничными. Их действительно 33. А если так, то по этому обычаю траур можно соблюдать неважно. Главное, чтобы это были 33 дня подряд. Это могут быть 33 дня подряд от начала Песаха до Лагбаумера, а есть другое обычай от начала месяца Яр, от Рошхудыша Яра до конца Лагбаумера тоже получается 33 дня. Если вычесть, да, Рошхудыш Яра, да, получается 27 число, 27 до Сивана, как раз будет 33 дня. Так или иначе, да, это 4 основных обычая. Сейчас, если вы следите за тем, что мы сказали, 4 основных обычая. И тут он приводит, да, источники первого обычая равна Трунай Гаон, Рай Хай Гаон, Раби Цхаки Бен Гият, между Песахом и Шавотом, Мэри. Я думаю, я своими словами, в принципе, рассказал. Есть, конечно, в этом можно занавернуть, но если есть какие-то вопросы, да, от кого это идет, можно привести, как бы, да, цитаты. Да, но я думаю, что мы все здесь сказали. Да, но есть обычаи, да, она обычаи не получала распространение, его приводит Маген Эврам. Есть еще такое обычаи, что, согласно сказать, траур следует соблюдать во все дни отчета Оммера. Но в Рокруда, кроме Рошхудыша и Лагбаумер. Лагбаумер – это единственное, когда все согласны, что, о, все разрешил, Лагбаумер, как бы, точно нет, Рошхудыш точно нет. Однако, да, этот обычаи не распространен, его приводит Маген Эврам. Окей, давайте поговорим более конкретно про обычаи Эдот Амизрах. Да, общины Кавказа, Эдот Амизрах, восточные общины, Сфарадим в том числе. Итак, Мехабер, Шульханару, Орахай, да, приводит, что траурные обычаи, они вступают в силу в первый день отчета Оммера и действуют до утра 34-го дня, как мы сказали, да, то есть утро после Лагбаумера. И это соответствует Сфарадской традиции, согласно которой смерти учеников Раби Акивы прекратились за 15 дней до Шавота. И отсюда следует, что соблюдать, да, принесение до Оммера. Однако здесь, как и во время обычного семидневного траура, действуют правила, да, Мексата Йом Кекулу, которые мы сказали, что, да, уже утром 34-го дня можно уже бриться. И хотя в сам Лагбаумер можно в честь праздника Раби Шимона Барьохая, с Сфарадим тоже едут на шашлыки и слушают музыку, и водят караву-хороводы, и вроде как бы все можно, бриться нельзя. То есть все остальное, да, вот это обычаи бриться нельзя. Согласно этому обычаю Лагбаумер запрещено устраивать свадьбы и стричься. Остальное можно, но свадьбы еще запрещено. Устраивать стричься тоже нельзя. А вечером на исходе Лагбаумера также запрещено играть на музыкальных инструментах и танцевать только утром следующего дня. То есть тоже есть такой перерывчик для Сфарадима, получается, в сам Лагбаумер можно, но когда Лагбаумер закончился, а он заканчивается с наступлением темноты, и вечером начинается 34-й день, еще нельзя, вот в этот день, где даже нельзя слушать инструментальную музыку, бриться еще нельзя, такой перерыв, да, на вечер после Лагбаумера, и только с утра 34-го дня все уже можно. Да, ну по Аризалю, да, стричься нельзя, да, что вот, окей. Однако в некоторых сифарских общинах облегчают, там считают, что траур полностью завершается в сам Лагбаумер. То есть те Сфарадим, которые, да, в Лагбаумер уже бреются, не надо на них кричать, что они ведут себя как Ашкиназим. Есть такие Сфарадим, которые тоже придерживаются этого обычая, а именно это выходцы из Турции и Египта. А у них такой минаг сохранился. И хотя сегодня в Израиле наиболее самораспространенные обычаи для Сфарадим, это устражать. То есть 34-й день, тем не менее, да, если человек хочет как бы отменить, пойти по более легкой версии, должен проконсультироваться со своим раввином, как было принято у него. Потому что видим, что есть сифарские общины, которые уже тоже, да, полностью прекращали траур. Уже, да, в 33-й день. Итак, можем посмотреть здесь сноски. Почему Сфарадим так говорят? Что в 33-й день, говорят Сфарадим, это был последний день, когда ученики и раби Акива умирали. Но они еще в нем умирали. То есть, да, смерть прекратилась в Лагбаумер. Да, но она прекратилась, то есть последние ученики умерли. Но как бы, но они еще умирали. Поэтому 34-й день, можно только, да, спадает траур. Но некоторые, видите, величайшие сифарские учителя говорили, что все, весь траур завершается в Сан-Лагбаумер. Такие великие, как раби Яков, Костро, раби Лязар, Рокеах. Или, например, да эрехлехем. Объясняется, что слово прос, которое написано 15 дней, половина, как мы объяснили. Это не имеется в виду, что прямо ровно половина месяца, 15 дней. Написано, что шарик нестагдула, что да, Константинополь. Константинополь. Это Византия, да. И, которая вам сказала сказать, и его окрестно принято устраивать свадьбы. В Лагбаумер было. Так пишут также Приходаш, Нармитсраем, другие. И все же, все-таки, среди сфарадима самые распространенные обычаи идет по шуха на руку, что все-таки не в Лагбаумер, а в 34-й день. Поэтому пусть каждый сфарадим, да, решает, да, но те, которые хотят облегчить, поступить как Ашкеназим, и вместо того, что положиться, да, просто надо выяснить, если у них такая традиция была. Не знаю, шалва, вот как принято, да, что ты скажешь по этому поводу? Когда брелись, когда бреются грузинские евреи? Мы в 34-й день после молитвы. О, 34-й день после молитвы. Бед Юг. И это самый распространенный, да, сфарский обычай. Но надо знать, что в крайней необходимости бешат адхак. И если человек может понести убытки какие-то, можно проконсультироваться с раввином, который, возможно, вынесет решение согласно менее строгому мнению. Особенно, если вы выход седатный из мест, где было, да, Лаакель, делали это в Лагбаумер, там, из Турции или прочее, да, то тут уже, да, по мнению Радбаза, прихода, что ты еще не исполнил заповедь плодиться и размножаться, есть тоже кула. Если ты, то есть то, что нельзя устраивать свадьбы, это говорится про человека, который у него уже есть, он уже был женат, он уже исполнил заповедь. Но человек, который, он еще, да, он первый раз в жизни женится, для него митсва про урву, да, жениться, это такая митсва, она как бы сильнее, чем обычай. И тем не менее, например, у йеменских евреев так. Они говорят, не, не, свадьба, это такая вещь, сфератомер отпадает, да, но на практике даже йеменские евреи поступают так только в крайнем случае, потому что уже сильно распространился обычай не устраивать свадьбы в эти дни. Окей, это сфарадим, это 34-й день, это объяснение слова прос половина, это миксат йомке куло, теперь давайте посмотрим, что говорят наши братья ашкеназии. Ашкеназские обычаи, тоже надо знать, надо знать, когда спрашивают ашкена, спрашивают, чтобы знать ему. В земле Израиля, самый распространенный, он совмещает в себе несколько традиций, такая комбина, да, основная часть траурных законов действует только до Лакбаумера, но некоторые из них остаются в силе до Шевота. И почему? Это основано на Мессура, которая, согласно которой, эпидемия, которая погубила учеников Раби Акивы, она прекратилась в Лакбаумер, но ученики, которые заболели до Лакбаумера, продолжали умирать и после него, вплоть до Шевота, так объясняет Маораль. То есть, да, эпидемия, теперь это распространение заболевания. Распространение прекратилось в Лакбаумер, больше никто не заболевал, но те, кто уже были больны, и они продолжали умирать. И поэтому Ашкиназим, они как бы прерываются на Лакбаумер, но какие-то вещи у них остаются даже после Лакбаумера до Шевота. Поэтому до Лакбаумера запрещено стричься, устраивать свадьбы, играть на музыкальных инструментах Ашкиназим, танцевать, а после Лакбаумера сохраняется лишь запрет устраивать свадьбы и большие торжества. То есть, Ашкиназим вообще стараются в Свератаумер свадьбы не устраивать. И этому есть еще одна причина, потому что, да, это крестовые походы и погромы Богдана Хмельницкого. Тоже были убиты сотни тысяч евреев Ашкиназим Ашкиназим, это как бы, которую они несут. Эти погромы происходили главным образом в конце периода отчета Омера, на вторую половину как раз таки пришлись. Поэтому в Ашкиназим Ашкиназим укоренился обычай Минхаг не устраивать в это время больших торжеств и каких-то веселых мероприятий. Однако с Рошходыша Сивана согласно общепринятому обычаю свадьбы разрешены. То есть уже здесь с 6-го Сивана у нас Шавот, уже с Рошходыша Сивана уже разрешено. Сивана аннулирует траур, потому что уже праздник Шавот влияет, уже аннулирует. Но есть по Скин, которые продержатся менее строгого закона, они Мекелим и разрешают устраивать хатунот свадьбы от Лагбаумера и дальше. И они запрещают до Шавота только большие торжества, которые не связаны с какой-то митсвой, просто устроить какое-то мероприятие, день рождения, не митсва какая-то, не бар митсва, не пидиона бен, не бритмила. Но видит самая распространенная дорожка для Шавкина зима обычай, что до Лагбаумера, после Лагбаумера все можно. Но в сам же Лагбаумер разрешено устраивать свадьбы и стричься. Однако в том, что касается вечера, поэтому из Ашкина думает, когда мне устроить свадьбу, по всем мнениям выйти в Лагбаумер в идеальное время. Однако в том, что касается вечера наступления лагбаумера, это очень интересно. В сам Лагбаумер свадьбу Ну, когда принято устраивать? Да, вечером, ночью. А если мы говорим по-еврейски, день начинается с вечера и заканчивается вечером. Вот тогда вопрос. Если я хочу устроить свадьбу в вечер Лагбаумера, то есть в 32-й день вечера, можно или нет? Так вот тут есть тоже два разные обычаи. Одни говорят, что и вечер Лагбаумера можно устраивать свадьбу, и стричься, потому что весь Лагбаумер считается радостным днем. Другие говорят, что поскольку нужно соблюдать 33 дня траура, они должны быть шламим. 30 дня цельных дня траура, то есть только после наступления утра Лагбаумера можно начать веселиться. Тогда получается, что свадьбу можно сделать только днем в Лагбаумер. Поэтому для Катхила принято придерживаться устрожать, но в крайнем случае можно последовать менее строгому обычаю и сделать свадьбу уже в канун. Не в канун, а вечером в Лагбаумер. Окей. А это что касается Ашкиназима. Опять-таки тут можно нырять, всем и курорт приводить. Да, вот. В Ашкиназких вообще, так сказать, четвертый, неупомянутый обычай, согласно которому нужно 33 дня, не важно, в конце или в начале отчета Омера. Главное, чтобы было 33 дня. Но это обычаи тоже существуют в разных версиях. Первая – соблюдать траурные дни в начале отчета Омера. Вторая – соблюдать их с 30-го Ниссана, то есть с первого дня новомесячного ияра, до утра третьего Сивана. Третья – соблюдать их со 2-го ияра до кануна праздника Шивот. Рома пишет, что в одном месте нельзя следовать двум разным обычаям. Это запрет лотик-год-э-ду, нельзя разделяться. Окей, пусть каждый спросит. Мы с вами очень как бы мейнстримы такие, да, главные обычаи. Еще интересный роман был, интересный роман, что получается, по роману только днем в Лакбомер можно устраивать свадьбы и стричься, а вечер в наступлении Лакбомера – это запрещено. Потому что, да, как мы сказали, соблюдать 33 дня траура полных, постараюсь, чтобы даже малая часть дня расценивается, как весь день. И это соответствует мнению роман из Ротенбурга. А, 33 дня еще не закончился, 33 день, почему ты стрижешься? Ведь должны полные. Потому что утро 33-го – это уже, как мы сказали, микс это емкий кулу. Половина, часть дня, как весь день. Поэтому уже утром в Лакбомер точно можно стричься. Но вечером еще нет. Да, как и с Шивой, как и с трауром. Траур всегда в начало дня, уже как будто весь день прошел. Поэтому роман говорит, то есть точно можно. Так и Веленский Гаон писал. Так говорит Мишнабрура. Однако многие пуским считают, что запрет отменяется в течение всего дня Лакбомера. И даже вечером можно все устраивать. Мадене Йомтов, Хокиако, Морвексия и другие. Потому что весь Лакбомер, они считают, как ночь, так и день является временем радости, поскольку в это время уже прекратилась смерть учеников Раби Акилы. Однако тогда возникает вопрос, как тогда можно отчитать 33 полных дня? У тебя нет 33-й день, у тебя нет 33-х дней траура. Ответ уже, что свадьбы запрещено устраивать до новом месяце Сивана, поскольку в таком случае получается больше 33-х дней траура. А так как свадьбы ты не устраиваешь до Сивана, это как тебе засчитывается, как это день. Еще один ответ мы находим в словах Маариля, который писал, что стрижке следует воздерживаться в течение 32-х дней траура. О, Маариль говорит, что не 30-й стрижке нельзя только 32 дня. Да, 33-й день уже можно. О, а Шурханарух говорит, что это зависит от того, какое у вас событие. Причитаете ли вы Таханун в Минху накануне Лагбаумера или нет? Насколько я помню, не читают Таханун. Лагбаумер прям как реально, как Йомтов. А ну-ка посмотрим, что он пишет. А, Вики, это спор на самом деле. Некоторые пуским считают, что Таханун в это время читать не следует. Получается, что траур длится 32 дня. А, видите? А если те, которые говорят, что нет, Таханун в Минху перед кануном Йом Лагбаумера читают, а, тогда вы считаете, что, получается, вечер еще не входит в Лагбаумер, тогда, вероятно, мы сможем положиться на мнение Рамбана, который считает, что даже малая часть ночи расценивается как весь день. А значит, уже вечером, через несколько минут после наступления Лагбаумера, можно устраивать свадьбы и стричься. О, есть Рамбан. Те, кто хотят очень сильно постричься вечером в Лагбаумер, а не ждать утра. Рамбан есть, на которого можно положиться. Окей. Работай. Итак, да, мы с вами сказали, в общем, какие есть четыре корневых обычаи по поводу, когда этот траур, сколько он длится. Да, до Лагбаумера, до дня после Лагбаумера, до с месяца Сивана до конца, все 49 дней, а 4 мейнстрима. Ашкиназим, Сфарадим, разница в один день. Сфарадим отчитывают от прос, от цели, от 15, 49 минус 15, и говорят, это 34 день. Уже утром можно, потому что 34 день, чуть-чуть утра, если взял, он тоже засчитывается. Ашкиназим, говорят, нет, от начала до 33 дня. И 33 день тоже, если утром ты подстрижешься, немножко его соблел, он уже как будто тебе засчитывается. Да, и это два главных, как бы, мейнстрима. Ашкиназим, Сфарадим. Остальные уже мы видели всякие разные ответвления по поводу свадьбы, стрижки, что касается вечера, кануна Лагбаумера. Да, есть такие, по Ария Кадошу идут. Все 49 дней. Они идут по Меире, потому что они говорят, что 33 дня они идут не по порядку. Это 33 дня, в которые умирали. В 49 днях есть дни, которые праздничные. Мы говорили, 7 дней Песоха, 1 день Исрухак, 3 дня Рушходыша, 6 шабатов. Если их суммировать и вычесть из 49 дней, останется 33 дня. Но на самом деле они разбросаны по всем 49 дням. И поэтому они все 49 дней не стригутся. Есть такой обычай тоже. Есть такой тоже Минхак. Но самые два центральных, главных обычая – это сфарадим до утра 34 дня Омера и ашкеназим до утра 33 дня Лагбаумера. Вот как бы два основных обычая. Все остальные, то, что мы сказали по поводу вечера, спрашиваете своего частного участкового раввина. Мы видим, что есть разные обычаи. То есть уточнять, как было принято у вас, у отцов, принято в данной общине. Как пишет Рома, чтобы не было тит-год-э-ду. Чтобы, да, что если это уже сфарадим, делайте, как все сфарадим делают. И надо делиться тоже на подразделения, чтобы не было нарушения лотит-год-э-ду. Окей, здесь работаем, сделаем паузу. Завтра продолжим, продолжим изучать Масехет. Напоминаем всем, выходим из режима праздников. Бейзрат-э-шем, да, входим в режим учебы. Всем желаю хорошей недели и хорошего дня. Всем и шаркоах. Всем и шаркоах.